Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Появилась возможность кратенько пробежаться по вашим комментариям и упоминаниям. Но прежде всего, я благодарю вас о том, что вы на мой призыв о благотворительности, о поддержании канала, довольно-таки активно откликнулись. Благодарю! И вот как раз первое упоминание. Вот постарайтесь все-таки в упоминании написать, кто вы. А то вот этот юзер и так далее, ну как-то, знаете, всех нас юзерами какими-то это сделали. Мы все-таки с вами люди. Поэтому пишите, пожалуйста, вот. Итак, первые комментарии и упоминания. О, как теперь просто карта появилась, полетели Геннадию Петровичу благодарности. И я вас благодарю. Я со своей стороны своим временем, своей жизненной энергией плачу для того, чтобы общаться с вами, получать новые знания, делиться и так далее. Я, знаете, как бы, вот сейчас только понял, то, что я искал для себя, нашел, поднялся, вытянул себя из ямы, оказывается, это и вам пригодится. То есть мой труд оказался не только для меня полезным, когда я все это делал, но он полезен и для всех остальных людей, потому что опирается на основу, на которую надо опереться. Итак, сразу перевел, как увидел, немного пока. Но все же, да хоть сколько переводите. Я же не говорю, что вот столько-то переводите. Вот есть у вас какой-то там излишек или еще? Да поделитесь своей щедростью. Так, пусть канал развивается, Петрович. Так держать. Ты нам нужен. Давай, давайте все поддержим. Хотя бы по рублю 35 посетителей канала и все. Я, будем говорить, работаю, мне интересно. Я понимаю, что вам нужно и что вы своим, грубо говоря, рублем показываете свою заинтересованность. Следующие комментарии. Гена на карте 10.22 просроченная. Нет, оказывается, это не просроченная. А пенсионерам что-то там продлили. Мол, и так пойдет. И она работает. Так что ваши пожертвования пришли. Все пришло, все нормально. Так что не просроченная. Далее. Мне кто, джак, ас, на видос «Пора пить мочу», он так ответил. А кал еще не пора есть. А я ответил, вот, как я ответил. Когда находишься на краю жизни и кал бы съел, лишь бы помогло, сколько и раз слышал, да я все, что угодно съем и так далее. А тут надо не съесть, а подумать головой. Как из этого края отходить? Но речь-то о другом. Для чего выпить или съесть? Именно для чего? Голова-то у нас для чего дается, да? Вот когда на этот вопрос будет дан ответ, тогда и будем и пить, и есть. А если нужно и мазать? Кстати, мы все забываем, что младенцами и мазались, и обливались в собственных испражнениях. И ничего, живы-здоровы. Отседа сначала думаем, а потом. И добавил. Давай, юморист, с уважением. Дальше. Юзер. Вот мы, кстати, юзеры. Геннадий Петрович, вы таким позитивом заряжаете, что за каждый видос надо брать плату, чтобы воздать должное по законам капитализма. Вот эти законы капитализма. Что я хочу сказать. Знаете, вот здесь проявляется феномен, когда у человека больше энергии. Вот я вам говорю. Я занимаюсь, как бы сказать, вот вроде бы это гравитационная гимнастика. Но в то же время нашлись специалисты, которые говорят, нет, это не гравитационная гимнастика. Потому что в гравитационной гимнастике тупо, если ты поднимаешь 700 кг, значит это должен быть вес 700 кг. А тут дело идет через рычаг. Значит, изодинамическая гимнастика. Ну, как бы сказать, вот так назвать. Изодинамическая. Ну, вроде как, если отражает суть подъема, это изодинамический подъем. А вот важно, а что этот изодинамический подъем делает для организма? Оказывается, он позволяет накапливать, развивать, приумножать твою жизненную энергию, которая, знаете, как вот, грубо говоря, как вот деньги. Ты за деньги купишь и пищу, купишь жилище, купишь там машину, купишь еще какие-то блага. Съезжаешь там в поездку и так далее, так далее, так далее. Так вот, когда у тебя, ты научился вырабатывать жизненную энергию, у тебя по всем, можно так сказать, фронтам твоей жизни начинается наступление. И вы видите этот феномен на мне, я вам, как я становлюсь, как я меняюсь, с каким энергетическим посыдным посылаю. Пусть вам мечтаются красивые идеи, пусть мысли исцеления окружат, пусть будут сердце в вашем истремлении, которые до Бога долетят, и пусть от них сгорает скверно. Счастливей сложится судьба, пусть очищается пространство для лучшей жизни, здесь и навсегда. А как? Так вот, вот этот феномен вы наблюдаете, и не просто наблюдаете, а те, кто с каким-то интересом наблюдает, они буквально от меня действительно делятся. Вот есть такой феномен, знаете, одну каплю капаешь в какую-то там жидкость, ну грубо говоря, и она там кристаллизуется. Вот она стоит не, будем говорить, невозмущенная, так сказать, а капельку только раз, она такая хоп, поменяла свои свойства. Так вот, люди, которые развили свой энергетический потенциал, они делятся вот этим, невольно делятся. Поэтому вы подметили и используйте его. Более того, я же читал там и образно-волевые настройки, я там читал и эмоциональную гимнастику, да я много чего прочитал. Вы ставьте это, и, как бы сказать, на этой волне входите в ритм дня и так далее, и так далее. Так, дальше. Дальше, 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 так. Ну, тут все, вот, моча прошлое, моча прошлое. Я в этом видосике постарался вот рассказать, а что, грубо говоря, было до меня, откуда эта наука пошла, кто ее, можно так сказать, развивал, использовал и так далее, и применял. И вот идет комментарий. Будучи неоднократно в детской больнице в 70-м году, неоднократно слышал от медперсонала, что нас переведут в желудочное отделение, где мы будем пить свою урину. Ну, это, возможно, их детей пугали-то. Также в разговоре с хирургом, оперировавшим ранее в Карабахе в 80-х, спросил, что они применяли для дезинфекции ран вместо выпитого спирта. Он спросил в ответ, откуда я это знаю, и что раны обмывали уриной. Добавил собственной. Ну, естественно, это средство, которое способствует тому, что, ну, если, я думаю, рана небольшая, она хорошо дезинфицирует. То есть, здесь тоже не надо, знаете, палку перегибать, а то там располосовали, такая ранища, грубо говоря. А вы думаете все это сделать? Везде надо свою голову использовать. Также Пирогов, это хирург известнейший, практиковал уриновую дезинфекцию раненых и так далее. Ну, про Пирогов я только знаю, что он хирург выдающийся был, а больше не знаю. Если вы более подробно знаете, сбросьте мне источник, я почитаю. И, возможно, я свою книгу на основании новых знаний, которые вот сейчас имеются, переработаю, пересмотрю. Так, также довольно большое количество знакомых из нецентральной городу пользовались уриной, как и их родители. Ну, и для лечения глаз и ожогов и так далее. А вот оказывается, знаете, из-за того, что в урине содержится, ну, будем говорить, вот этот вот белок, то есть азотистые вещества, она сама по себе мягкая жидкость, она образуется из крови, она содержит ряд других там интересных вещей, она очень полезна для кожи. Ведь ребеночек, ребеночек первоначально практически 9 месяцев плавает в своей собственной моче, так называемая амниотическая жидкость. Это не совсем моча, но большая часть этой амниотической жидкости из мочи, потому что он мочится туда, каждый день выделяет, вот в этот амниотический пузырь. То есть она очень полезна для кожи. И при ожогах она хорошо помогает. Вот если сразу же использовать, знаете, это так, ну, не такой уж огромный какой-то ожог, ну, а более-менее там, знаете, то может заживать без ручцов. Делается там повязочки, так это самая ровная, все это. И оказывается, для лечения глаз. Вот она тоже очень хорошо помогает. Не при всех, конечно, заболеваниях, а то мы-то подумаем, при всех заболеваниях там используем. Нет, не при всех. Но в то же время, при некоторых, очень даже хорошо. Вот особенно, когда какие-то нагноения или еще что-то там такое. Очень хорошо так. Есть и другие трактаты. Да в море, Геннадий, куда медицина может стронуться? Это знак вопроса. Она уже стронулась в сторону мани-мани-мани. И их не интересует здоровье. Их интересует, как на больном человеке можно срубить как можно больше денег. То есть вот там страховая медицина, да, насколько я так понимаю, за рубежом. Человек платит страховку. И если он обращается в больницу с каким-нибудь там проблемой, платит не он, а изымает с его страховки. И поэтому придумывают такие методы, которые больше всего могут с этой страховки взять денег. Но это не значит, что это для здоровья полезно. Вместо того, чтобы сделать что-то такое, знаете, простое. Вот раньше, например, я пример привожу. Перелом. Перелом, значит, врачи составляли кости. Ну, более-менее на нам, или, например, составляли гипс, все это там такое, знаете, умельцы такие были составили и так далее. В гипсу это все зашивало и с переломом человек, будем говорить, выздоравливал. А сейчас надо штырь, потом этот штырь вынуть и так далее. Ну, зачем? Зачем эти манипуляции, когда можно и раньше обходилось обычной там лангеткой? А теперь вот так вот. Всадим, потом высадим, потом еще. А все что-то, мани, 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 мани. Вы знаете, что я хотел бы сказать? Вот, опять-таки, дуболомное направление в медицине, это за счет операций, таблеток и так далее, снять с человека как можно больше денег. А есть же иное направление, профилактическое. То есть человек платит ведущему там специалисту за то, что он ведет его, будем говорить, там по жизни, рекомендует там питание, рекомендует образ жизни, рекомендует мышление и так далее, и так далее, и так далее, которые позволяют ему не болеть. И за это он платит, он платит за здоровье. Кстати, если у вас есть желание вот в таком ключе со мной поработать, пожалуйста, пишите мне на электронную почту, я там дал вам, да? И мы попробуем с вами, то есть, присмотреть ваш образ жизни, где ошибки, что не так у вас, почему там не получается. Соответствующие коррективы, и все, сами получу, ты смотри, как хорошо. И уже за это можно заплатить с благодарностью. Так, ну давайте дальше. Власть интересует только большая власть. Ну, власть это такая вещь. Власть вообще, народ должен ограничивать вот эту власть. То есть вот вам сказали, что будет благо. То есть пришел, грубо говоря, депутат или что там кто-то, губернатор и прочее, прочее, прочее. И он говорит, все, вот, я жизненный уровень вам подниму, все это там такое, так дое. Ага, хорошо. И тут же такая должна быть, знаете, прописана. А в случае чего, значит, если это все покатится вниз по наклонной, то просто-напросто на законных правах тебя снимают и все. Ну, не годисься ты. Ну, не годисься ты для этого. И ставится другой человек, который это может сделать. Или там группа людей. Вот это вот настоящая власть. А все остальное они используют людей как материал для достижения своих каких-то целей. И все. Так, а медицин интересует безответственность, личное благосостояние. Ну, ясно, они заработали, вернее, заработали, научились какое-то, приобрели образование, которое считается высшим, которое считается полезным, которое считается вот-вот-вот-вот-вот. А на самом деле это бесполезно в большинстве случаев. Вот они прошли анатомию, физиологию, а дальше там куда-то то-се-пятое, десятое. То есть можно обходиться без таблеток, можно обходиться без хирургических операций. Можно все, можно все решать образом жизни. Естественно, за исключением того, если там какие-то травмы, аварии, пятое, десятое, тара-та-та-та-та-та-та. То есть тут опять-таки надо не пригибать палку ни в сторону медицины, ни в сторону здорового образа жизни. Более того, здоровый образ жизни мы все понимаем по-разному. Я вам рассказываю о том, как я его понимаю. Это очень важно. Так, возьмите, к примеру, что сделали во всем мире с нами, объявив пандемию с вакцинацией. Правда, теперь, когда она ее прям косит, все и вся подряд, ее как-то по всему миру похерили. Но, не буду на эту тему распространяться, но скажу, что мои знакомые, которые для того, чтобы получить QR-код, для того, чтобы как просто, а мы теперь входим в кино, ходим в театр, ходим по улице, ходим и мы гуляем и так далее, а вы там были там запертые и так далее, они попали в больницу. Понимаете? Они попали в больницу. Отлежали раз, отлежал другой. Юма, я только узнаю. Вот это да. Вот это вот, так сказать, а что тут, да, то что-то такое. Опять-таки, надо понимать механизм для того, чтобы, для того, чтобы, чтобы, для того, что-то использовать, применять. Так, дальше, стих отличный на благотворительность. Пользователь, благотворительность осуществила, благодарю за труд, добра, здоровья. Благодарю. Спасибо, Роза. Благодарю вас, Роза. Благодарю. Кажется, так держать. Ну, есть излишек, пожалуйста. Потому что есть люди, которые жертвуют, ну, грубо говоря, вот, допустим, на какие-то медицинские центры, на какие-то еще что-то, на еще что-то, на еще что-то. А вы просто подумайте, а вот как-то действительно там помогает или не помогает. Так, а вот пишет, какой у вас адрес. А вот поищите адрес. Вот этот пользователь пишет, да. Уважаемый Генеша, на голод, что дальше? Мне 74 года. Голодаю, разные сроки. Многие годы до 30 дней. В 30 лет отбился от врачей. У них неизлечимо. Сейчас неизлечимо рак костей груди. Голодал 30 дней. Проблема очень малый вес. Я лежачий. Точно не знал. Килограмм 45. Рост 154. Чуть не растаял. Вес набрать не могу. В перерывах оголодать нечем. Но надо. Нужен ваш совет. С уважением Владимиром. Я ответил. Вы мне напишите на электронную почту. Ну, посмотрите, что я постоянно эту электронную почту должен вам тыкать. Я ее в благотворительности первый раз написал, эту почту. Думал, вот так, чтобы как-то было. Нет. Вот знаете, вот каждому надо вот так вот. Электронную почту я тут только знаю, а тут я не знаю. Ну, смотрите ж видео, смотрите видео. Какой у вас адрес? Какой у вас адрес? Вот такой у меня адрес. Ответить. И что я еще сказал вот этому человеку? Значит, напишите на электронную почту. Я вам вышлю свою книгу про онкологию. Это вам поможет лучше узнать разные подходы к лечению. То есть, на основании обширного материала. Ну, я там обработал тот материал, который я знал, который мне там доступен и так далее. И обработав его различные, вот один, одно рекомендует, другое, другое рекомендует, третий, там, татататат, то есть, соду, противопаразитарку, там, еще там, от чего она возникает, там, керосины и так далее, пятая, пятая, десятая. Наконец-таки, даже какой должен быть умственный настрой, что надо сделать в сознании своем, для того, чтобы избавиться от онкологии. Прочтя ее, у вас должно сложиться мнение. Вот вы делали то, вы делали то. То есть, вы уперлись, грубо говоря, в голод и так далее. А здесь надо понять следующее. А где вы недорабатываете? Вот где-то вы недорабатываете. И, если началось где-то с груди, грубо говоря, онкология с чего-то начинается. То есть, надо подумать, а чем вы раньше болели? То есть, это возможно, просто даже не столько там онкология, сколько просто-напросто дальнейшее развитие той инфекции, которую вы заполучили, допустим, даже в детстве. Вплоть до того, что лишай был, рябок был, еще там какая-то ерунда была и так далее, и тогда, знаете, вот не то, чтобы онкологию мы сейчас будем тут душить и так далее, а поняв, откуда все эти истоки, оттуда начать. И отсюда. А то не понимая, мы просто вот тут пытаемся, грубо говоря, обрубить у дерева ветки, чтобы оно не росло. А надо корень. Корень надо. Вот, в любом случае, ваша благотворительность задействовала. Я благодарю вас. У меня, как бы сказать, и был интерес, и остается интерес. Ну, еще какой-то появляется, знаете, стимул для того, чтобы я больше времени посвятил вам. Вот что-то там спросили про онкологию, я там сказал. Что-то про другое, ага. Я еще там что-то там рассказал, показал. То, что нужно для вас. Плюс, вот, допустим, там, Сережа порекомендовал о том, как голодать. Ну, и так далее, и так далее. Так что, я с вами. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие, вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году, Наступает темноту, Новым годом он зовется, И для всех людей дается. Шелестят конфет-отверки, Там, как мандарин, стоит, И наряженная елка Огоньками нас манит. Ай! Веселись, 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 народ, Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, Он в подарки раздает, Радостивил его, Он врачу нам несет, Это, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, Волшебства мы жадно ждем, И под чоками бокалом Хоть и счастье в каждый дом. Ай! Веселись, 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 Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, Он в подарки раздает, Радостивил его, Он врачу нам ждет, Это, это Новый, Новый год. Так и спи, дружок сердечный, Наливай бакал с карди, Загадай свое желание И под звонку ром-попей. Ай! Веселись, 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 Наступает, наступает Новый, Новый год. 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 Продолжение следует...